Меня ругают там, да, за прямоту, жлобские настроения. Дайте богатенького выберем или человека со связи. Да он потому богатый, что он за ваш счет богатый. Неужели этого нельзя понять? Ну хватит ставить лисицу директором курятника, сколько можно. Понимаете, поймите, мы живем при капитализме. Когда человек привык работать только на собственный карман. А как он работает на собственный карман? Не доплачивая вам, понимаете? Ну вы что скажете, что он придет и скажет, что у меня союсь проснулась. Дай-ка себе буду недоплачивать, а вот этим всем там дам денег. Ну вы что, серьезно на это надеетесь, что ли? Ну хватит уже, все. Любой бизнесмен у власти, вот смотрите, Америка страна, ну не социалистическая. Даже коммунистической партии толком не было. Там ни один бизнесмен никогда не избирался президентом до последнего времени. Дональд Трант, да? Почему? Да там не дураки просто, понимаете. Они-то понимают, что человек привыкший на себя пахать, хомячить. Его нельзя ставить на общественные деньги. Как раз нельзя, потому что это взаимоисключающие понятия. Там понимают. Вы не понимаете, кого вините. Еще раз. Те, кто не придут на выборы. Это мечтательные кенгуру и ходячие кладбища недоеденных пифштексов. Они говорят, граждане Российской Федерации. За вас проголосуют. Не волнуйтесь. Как надо. Любой человек, не приходящий на выборы, это сторонник единой России. Точка. Николай Николаевич, вот так вот называя людей, которые, по сути, сегодня выживают, им головы поднять некогда. Сразу извините, прерву. Есть такое понятие. То, что они выживают, да? Это результат того, что у них плохая власть. У нас есть Финляндия рядом. Там что, климат лучше, чем в Ярославской области, что ли? Да хуже еще. Американцы говорят на ваш вопрос следующее. Если вы не инвестируете в политику в свободное время, будете инвестировать в банки. На раз вы не переключите сознание людей, которое менялось, которое находится под давлением психо-исторической войны уже несколько лет. Что делать? Вот я хочу вам задать вопрос. Это же вы организуете движение «За новый социализм»? А не я, да? Я вот на вас посмотрел, что у вас получится вообще. Да, именно потому что вы говорите. Может быть, я молюсь. Ничего и не вы, ничего и не вы. Подожди, можно я задам? Вы должны организовать это движение. Вы, понимаете? То, что я должна, я делаю. Не вы лично, я имею в виду. Я имею в виду сейчас вот наших уважаемых телезрителей. А мне так пишут. Николай, Николай, жми. Организовывай. Делай. Мы тебе лайки поставим на Фейсбуке. Я с вами согласна. Я точно так же на своем уровне, Ярославлик, говорю. Если мы что-то хотим, нужно начинать с себя. Начни влиять хотя бы на своих друзей, на свой ближайший круг. И если каждый это сделает, то, соответственно, мы будем уже жить. И здесь как раз очень важно начать, наверное, с самого малого. А именно подумай о другом. Сегодня мы уже десятилетия живем, когда нам все время говорится, думай только о себе, все себе, за себя, к себе. И у нас постоянно идет отрицательный отбор. И понимаете, у нас люди действительно очень сильно атомизированы и разъединены. И вы неоднократно говорили о том, что новый социализм предполагает и нового человека. Вот я бы хотела с вами на эту тему поговорить. Потому что то, что вы говорите, то, к чему вы призываете, подразумевает и нового человека. Да, видите, у нас вся социалистическая система в СССР рухнула. Почему? Потому что мы не смогли воспитать нового человека. Ни в Ярославле, ни в Москве, ни в Рязани, вообще нигде. Ну, то есть, просто я уже приводил эти примеры, поэтому извиняюсь. Вот в Рязанской области, где я жил у бабушки в деревне, меня поражало, что там хлеба не было. Ну, как же так? Вот приезжает машина с хлебом в магазин. Я там через 15 минут на велосипеде туда километра хлеба нет. Ну, как же так? Значит, а хлеб стоил дешево. И люди брали по 15-20 буханок кормить свиней. При этом им было абсолютно наплевать, что пришедшие другие люди, которые не свиней кормят, а просто как бы хлеб хотят купить. У них не было. А правительство тоже удивлялось. Ну, типа, вот живет 200 человек. Привозим в день 400 буханок. Ну, вроде, ну, хватает, да? Новый человек, понимаете, он чем от старого отличается? У него разумная потребность, и он обращает внимание на других, да? Ну, то есть, вот я, конечно, могу все это захапать, а другим-то достанется. Нет, такого человека мы не смогли воспитать. Из-за этого вся система рухнула. Теперь, если мы с вами организуем народное правительство социалистическое, мы будем тоже воспитывать нового человека. Это вопрос непростой. И, на мой взгляд, вы его задали неправильно. Вы понимаете, у вас как бы смысл такой. Вот сначала сделаем нового человека, да? Потом поменяем общество. А просто, а как вы тогда людей сподвигнете на то, чтобы вообще прийти к социализму? Значит, человек формируется под влиянием среды. Вот, скажем, позднее советское время. Нам в школе говорили скромность, честность, так сказать, все правильно. Люди выходили на улицу, а там все было другое. Там скромному было плохо, честному тоже. И сейчас то же самое. Понимаете, сейчас тоже в школе говорят, ну, типа, надо там помогать старшим, там еще правильно говорят. Но общество наше основное на алчности и корысти, на себелюбии, капитализм, он всегда такой. Во все времена и народу. Поэтому, если вы будете людям просто тупо говорить, людям надо быть лучше, не надо, это бесполезно. Абсолютно. Надо поменять власть. Поменять систему производства в нашей стране абсолютно. Да, чтобы вот эти все качества, да, которые отличают от нового человека, чтобы человек с этими качествами чувствовал, что ему лучше, чем другим. Понимаете? Без смены власти, без смены способа производства в нашей стране. Знаете, вот ваш вопрос мирнородников напоминает, которые в 70-е годы, 19-е века ходили в народ. Помните, да? Там, типа, вот сейчас мы всем людям книжки правильные раздадим. Они их прочтут и станут другими. Вы помните, чем это кончилось, нет? Там большинство крестьян самих же их сдали в полицию, потому что они тупо не понимали, чего от них вообще хотят, да? Но если, скажем, я вот живу в такой стране, а мне говорят, нет, а ты делай так, как будто ты в другой живешь. Утопия. Понимаете, пока не вернемся на рельсы социалистического развития в экономике, пока правительство не будет заботиться о людях труда, прежде всего. Вот как раз не будет ставить во главу глаз социальную справедливость. Все эти вот разговоры о том, что мы в этой обществе, в этом обществе, в этой стране, кого-то там воспитаем, но все перестроится. Это фуфлонизм. То есть нам не нужна социальная справедливость? Я немножко не поняла. Социальная справедливость нам нужна в экономике, прежде всего. Она без смены власти невозможна. Видите, на чем опять погиб социализм. Вот при капитализме стимул к труду простой. Не будешь скотиной работать, я тебя вон уволил. Вон дверь здесь. И будешь безработный. А если ты еще дура закредитована, будешь вообще там, я не знаю, мне потом еще ботинки лизать, чтобы взять назад. Социализм, он относится к человеку по-другому. Он пытался стимулировать его добром, если хотите. Уволить было нельзя практически в советское время, без профсоюза и прочее. Ну, я не знаю, везде висели, требуется, требуется, требуется. И считалось как? Ну, прежде чем человека уволить, его надо воспитать, с ним там надо поговорить и прочее. А стимул, какой должен быть производство, говорили людям, это ваше все. Вы не на дядю работаете теперь. Это все общенародное. Чего же вы, козлы, тырите гвозди с собственного завода? Это ваш завод. А люди не могли этого понять. Понимаете, они работали на конкретном заводе, где был директор, предположим, да, вот вроде их начальник. И они, это было отчуждение некое, которое мы не смогли преодолеть. Потому что человек остался старый. Представляете, конкретный пример. Вот в СССР тоже, к сожалению, был распространен на заводах, да и везде, собственно. В предприятиях так называемая социальная индифферентность. Ну, я пришел. Ну, да я должен что-то делать, да. Ну, я думаю, ну, сделаю я вместо 200 деталей, там, 100. Ну, а кто меня уволит? Да никто. Моя власть родная. Никуда не делаться, блин. Могу я под хмельком тоже подойти, правильно? Это же свои люди. Это же не капиталист, хозяин. Безработица у нас в стране нет. Понимаете, о чем я говорю? То есть, мы говорим о воспитании личной ответственности. Мы говорим о том, что мы не смогли создать нового человека, который, вы знаете, воспринимал бы труд как радость. Понимаете, да? Пока мы этого не создаем. А это долгий процесс. Это нам понадобится. Ну, я не пижон, чтобы, там, через 43 года мы создадим нового человека, да. Нет. Наверное, должно смениться два поколения, скорее всего, да. Но если мы не создадим нового человека в процессе труда, да, чтобы он понимал, что труд в радость, что он раскрывает его творческий потенциал, чтобы ему вообще хотелось идти на работу на самом деле. Понимаете, вот он понимал, что это не то, что он там поработает, а яхту еще одну, там, где-нибудь на Лазурном берегу, там, и прочее. Нет. Что он работает именно на себя. Да, это понимание не сразу придет. Но пока мы не сменим власть в стране, пока мы не сформируем экономику, работающую на человека. Вот сейчас воспитывать нового человека в условиях халочного, жестокого, скотского, акульевого капитализма, это бесполезня. Это все, чтобы вставить тигров, одного тигра убеждать, что надо быть вегетарианцем, понимаете. Ну, это бесполезно. Что у нас, по-моему, произошло с 91-го года, это то, что в обществе поменялись ориентиры. Вот на кого сейчас хочет быть похож молодой человек? На слесаря? Да вы что. На инженера? Может быть, на человека, который кормит людей и занимается сельским хозяйством? Нет. Он хочет быть похожим на звезд шоу-бизнеса, которые, в общем, получают огромные деньги, их по телевизору показывают. А ведь какими качествами надо обладать для того, чтобы достичь этих так называемых высот сейчас? Скромностью? Нет. Состраданием? Нет. Милосердием? Нет. Хитростью, жадностью и наглостью думают люди. Так поэтому, может быть, и надо воспитывать в себе такие качества. Или, как некоторые телеведущие говорят, берегите себя и своих близких. А вообще-то один римский философ сказал, человек, который заботится только о себе и своей семье, подобен свинье, потому что она тоже заботится о своих поросятах. А в нормальном обществе, где человек человеку брат, люди должны заботиться не только о себе и своей семье, это само собой, но и об окружающих. И этому именно нас учили. Какие-то, какие-то вузы, возможно, надо убрать, которые оказывают то, что правительство хочет, образовательную услугу, не воспитывают людей. Но вы знаете, по каким критериям у нас закрывают? Я сейчас вот не шучу то, что я скажу. Например, закрыли большинство агрономических вузов. Критерий такой. Средняя зарплата выпускника. То есть получается, если агроном сейчас в России получает мало, виноват в этом вуз. Его надо вообще взять и закрыть. А то, что у нас перекореженное общество, по которому действительно шоу-бизнес получает много, а люди, которые кормят страну, те же самые агрономы, мало. Но виноваты в этом, получается, преподаватели и системы образования. Так мы, друзья, далеко не уедем, понимаете. Мы с вами постоянно будем к этому возвращаться, если мы к этим ужасным трагедиям не вернем. Да, да, не пугайтесь. Социализм. Новое отношение человека к людям. Как к своим братьям, а не как человек человеку в волк. Без культа силы, понимаете. С культом скромности. Служение своему обществу. Мы с вами, друзья, товарищи, должны предпринять максимум сейчас усилий, чтобы повернуть ход развития нашей страны в другом направлении. Выбор у нас такой. Либо справедливое социалистическое общество, либо гибель и распад нашей страны. К сожалению, по-моему, это так. Но я за первый путь. Дальше. Что касается заработной платы вообще. Президент Соединенных Штатов Америки получает солидные деньги. 250 тысяч долларов в год. Но по сравнению со средней зарплатой в Соединенных Штатах Америки, это, в общем, относительно немного. Но почему у нас-то так происходит? Если у нас средняя зарплата по данным властям 35-37 тысяч в стране, а депутаты получают там до полумиллиона, президент еще больше. Поэтому установить тоже жесткое правило. Президент получает не больше десятикратной средней зарплаты по стране. Но пусть старается. То есть, если зарплата средняя будет расти, а будет расти и у него тоже. Депутат должен получать в Государственной Думе и Советы Федерации, на мой взгляд, не более четырех средних зарплат по стране. То же самое надо распространить на губернаторов, ну, глав регионов, где безобразия вообще еще больше, понимаете. Где губернаторы получают столько, что многие жители региона за несколько лет не могут получить. Нет, жестко надо привязать зарплату всех выборных лиц к средней по стране. Можем мы с вами это сделать? Ну, а что здесь сложного? Какой здесь популизм? В других странах, по крайней мере, так и делают. Мы-то чем мешаем? Что касается ваших лесопилок, это вот вопрос товарищу, который про раздел России тут говорит. Да зачем делить? Они и так все получают. Но это вопрос нашего бизнеса, вашего дурацкого среднего класса, который за бабки готов родину продать вместе с мамой и папой. Не то, что какие-то лесопилки. Вот ваш средний класс. Ну, а кто? Пролетарии продают, что ли? Или что? Лес-то кто? Пролетарии тоже легко кое-что продают. Но свою рабочую силу и цепи-то. Но им деваться некуда. Есть куда деваться. Они хитренькие, не надо. Ну, какие хитренькие? Что вы говорите? Какая зарплата в Костромской области? Какие хитренькие? Найдите там за 20 тысяч какую-то зарплату. Вы людей называете хитренькими, которые вынуждены пахать за гроши. Россия единственная страна мира, где большинство бедных это работающие 8 часов люди. И вы хитренькими называете. Но я призываю там весь средний класс. Вот знаете, некоторые чиновники говорят, а я могу прожить на прожиточный минимум. Вот вперед. На зарплату в 10, 15, 20 тысяч рублей. Похитрите-то. Ну, все это подвел гражданин Греф, который, помните, заявил так, «Россия дауншифтер». Ну, я поясняю, да. Понимаете, человек говорит только английские слова. Хотя, судя по произношению, плохо знает английский язык. Ну, русский же не скажешь. Это не мода. Ну, что, все, что пить водку вместо виски. Понимаете, ну, что. Дауншифтер это такой, знаете, кто ни хрена ничего не делает, и скользит. Вот видите, у них одна и та же тема. То про Емеля дурачка, да, который тоже ничего не делает. То про тех, кто вот... То есть, я бы сказал, Емеля дауншифтер, это звучит более, так сказать, да? Нет, нет, Емеля это по-русски как-то говорит. Эмилио дауншифтер. Вот так надо такие сказки читать. Так вот, господин Греф, вы экономикой руководили российской. Вы чего нахрен сделали? Вы помните, что Путин сказал про Кудрина? Что Кудрин критикует вот экономику, а сам-то он не ей занимался. Ну, это к вам тоже относится. И вообще, если вы так оскорбляете людей, считаете, бездельниками или нет, вы сами вообще, какими достижениями можете похвалиться? Мне просто интересно. Цифрового коммунизма, который вы несете, или то, что вы там какие-то формы индийских гуру приглашаете за счет государственного Сбербанка? Вот я говорю, насчет экстрасенсов мы с вами смеемся, да? А этот-то всерьез приглашает. Он всерьез приглашает на экономический форум гуру, который, значит, рассказывает о тенденциях экономики. Меня в следующий раз пригласите, я, в общем, вам дешевле обойдусь. Тоже какую-нибудь фигню такую вам расскажу. А вам, если будете еще оскорблять наше население, советую сходить в ЗАГС и поменять фамилию на Герман Оскаревич Дауншифтер. Ну, если вам это слово так нравится. Да, ну а имя можете на Эмилиеву поменять или на Емельева. Ну, чтобы тогда у вас был такой вот конгломератик между русскими народными сказками и вашими изречениями. Ну, покажите делом, что вы можете. Не словами, а делом. И что я хочу сказать. Вот здесь присутствуют японские корреспонденты. Вне зависимости от мнения Сайта Федерации, Госдумы. Или кто вам там что пообещает в каких-то кабинетах. Я хочу подчеркнуть, что с учетом реакции российского общественного мнения на последние события, никто никогда ни ДЛА, ни Четыре, ни одного острова вам не передаст. Вы на это даже не надеетесь. Чем скорее вы это поймете и признаете итоги Второй мировой войны, тем лучше мы с вами будем продвигаться. Инвестиции, извините, мы на своей территории не торгуем. Но обойдемся без ваших инвестиций. Значит так, да? И плюс, есть попытки со стороны Японии вбить клин сейчас в отношения между Россией и Китаем на эту проблему. Что он с Китаем там решен вопрос, вот с Японией не решен. Вы знаете, я вам что могу сказать? Китай – суверенная страна, поддерживающая с Россией хорошие отношения. У нас близкие позиции по большинству вопросов. У нас проходит совместное военное учение. У нас серьезная торговля. Япония – оккупированная страна. И постоянная апелляция к Соединенным Штатам Америки – помогите нам разобраться с Россией, там еще что-то делайте. Они вашу страну не красят. И пока Япония не будет самостоятельно во внешнеполитической сфере разговоры какие-то о серьезном сотрудничестве, тем более о чем-то антикитайском, невозможно. И, наконец, мне стыдно, честно говоря, как российскому гражданину, что к нам приезжает премьер-министр Раба, который ставил под вопрос публично итоги Второй мировой войны, заявляя, что марионеточное фашистское государство Манчжоуго, член антикоминтерновского пакта – это самостоятельная страна, заявляя о том, что вела ли Япония агрессивную войну в 31-45-м, это большой вопрос для него. И, наконец, это вот тот человек, который ходит регулярно на могилу японских военных преступников, казненных по приговору Токийского международного трибунала в 1948 году, где мы тоже участвовали, как судьи и прокуроры. Но вы можете себе представить канцлера ФРГ, который ходит на могилу Геринга, предположим, казненного по приговору Неумберского трибунала. Абе отрицает нанкинскую резню. Китайские коллеги, которые здесь присутствуют, они знают, что там творилось вообще. Там убито до полумиллиона человек. И именно за это, значит, союзники и казнили вот этих преступников. Нет, Абе говорит, да всего 100 тысяч. Всего. Ну да, были какие-то эксцессы. Абе – крайний националист, реваншист. Кстати, заявление, которое вызывали протесты МИДа Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Соединенных Штатов. Мне вообще непонятно, как вы где-то рвать отношения. Ну почему рвать? А почему мы не протестуем против этого? Если японский парламент в 2009 году принимает закон о том, что часть российской территории – это Япония, почему мы молчим на это? Вы представьте себе, Конгресс Соединенных Штатов Америки будет молчать, но если Конгресс Мексики принят решение о том, что Техас – часть территории Мексики, да вы что, там посла выгонят сразу. А мы – да ну не надо, ну зачем? И на мой взгляд, вот я говорю, чем бы переговоры не закончились, еще раз, никакой передачи, ни пяди территории российский народ не допустит. Кто бы в каких кабинетах вам что ни говорил. Ну видите, Мексика сейчас уже в достаточно тяжелом положении. Там беда в чем, что со временем существования нафта, свободного рынка Соединенными Штатами, это единственная страна в Америке, где была либерализована внешняя торговля США. Мексика превратила страну, как ее называют, Макеладорес. То есть, они для американцев исполняли какой-то там ручной труд, понимаете. И эти все товары в Мексике не нужны. Ну то есть, если сейчас, условно говоря, Трамп возведет какие-то барьеры, а он хочет этого, безотносительно кто там в Мексике у власти, его это мало волнует, тогда, я не знаю, в стране придет кирдык, вне зависимости от того, левый там президент, правый, центрист, еще кто-то. Вы понимаете, вот скажем, чтобы было понятно, вот Китай, предположим, производил для всего мира елочные игрушки, хотя у них самих елок нет на Новый год. Пришел кризис с восьмого года, 200 миллионов человек стали безработными в Китае. Почему? А кому эти игрушки нужны? В Китае. В Мексике примерно то же самое. Условно говоря, вы делаете там какой-то американской компанией, ну, я не знаю, там стальной профиль, предположим, да, из их полуфабрикатов, они вам перестают поставить, вам этот стальной профиль не нужен. Это не то, что я сам съем условно говоря, нет, все, понимаете, и здесь им нужен просто вот этим всем странам. Беда в том, что нет Советского Союза, понимаете, нет альтернативного мощного рынка сбыта. Опять пример с Аргентиной, 80-й год, мы вводим войска в Афганистан, американцы объявляют зерновой эмбарго Советскому Союзу. Это по сравнению с нынешними фиговыми санкциями, это серьезная вещь. К аргентинцам, потому что кто? США, Канада, Аргентина. Ну, канадцев нагнули быстро, а американцы сами перестали. Аргентинцы говорят так, а вы нам как бы возместите, ну, если русские, мы не будем им продавать, а русские покупают на миллиард долларов. Миллиард дадите, тех жаба задушила, них, говорят, не дадим. Так они нам еще увеличили поставки зерна аргентинцев. В результате американские фермы понесли громадные потери, потому что они были замещены на нашем рынке аргентинцами. Вопрос, нету сейчас рынка-то, всего. То есть сейчас выбор такой, либо мы с Америкой, да, с их рынком, либо ни с кем. А Китай? Китай, понимаете, у нас, я вот не понимаю, среди наших левых какие-то есть иллюзии в отношении этой страны. Для меня, вот они Венесуэлу не бросят, да уже сдали полностью. Или, предположим, вот, ну, казалось бы, ушли мы с Кубы, там, в 92-м году. Ну, Китай, нет. Я даже думал, ну, сейчас они кубинский сахар будут закупать. Ну, Китай, полтора миллиарда человек нам, да. Нет, ничего, они хитрые, понимаете. Китайцы исходят из чего? У нас профицит у них, у китайцев. В торговле США плюс 330 миллиардов. То есть у них обратная схема. Но если мы поссоримся с американцами, вы нам заместите эти деньги? Кубинцы? Ну, нет, да? Ну, идите лесом. Все. Вот весь китайский интернационализм. Китай всегда был сам себе. Всегда был антисоветский, антироссийский настроен и сейчас. И кроме бабок его, собственно говоря, не интересует. Поэтому заметьте, он как проигрывает сейчас торговую войну Трампу. Трамп ходит пошлить, идите, хорошо, хорошо. Ну-ка покупайте американские товары, быстро. Да, 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 купим. Так, не строить Крымский мост, я сказал. Все, все, хорошо, не будем строить. То есть, другими словами, опять, если бы торговля Китая с Россией была бы тоже там 300 миллиардов долларов, да? Эти взяли бы калькулятор, посчитали, вот как тогда аргентинцы, да, в советское время, что можем заместить. Да, вели бы себя по-другому. То есть, с распадом Советского Союза модель мировой экономики конкурентной. Когда можно было странам маневрировать, она рухнула. К 85-му году мы были 80% от американского ВВП. Еще раз, вот мы, предположим, в 60-м году, американцы говорят, кубинцы, мы с вами подписали договор о том, что 6 миллионов тонн сахара возьмем. Вы их произвели, идите нафиг. Кто купит 6 миллионов тонн? Только Советский Союз. Кстати, Гренада, когда и объявили бойкот, вот, казалось бы, остров Гренада, да, там, пол Москвы по территории. Крупнейший в мире производитель мускатного ореха. Как вы понимаете, для кондитерской правды, самой Гренаде... Столько не съесть. Вообще, причем, это серьезная сумма. Все, они говорят, Англия, США, с этого момента нет. Понимаете, вы не перестроитесь, это все сказки. Да мы сейчас чуть другое будем произвести. Кто купил, догадайтесь. А как же запах без мускатного ореха обходился. Да, они, кстати, узнав, что мы покупаем, все, да, 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 мы что-то это сами... Видите, как это работало? Да мы что-то погорячились, ладно, мы тоже что-нибудь возьмем. Понимаете, вот так это работает. А когда они сейчас видят, что нет альтернативы никакой, и людям надо либо сдаваться, либо погибать, вот они так себя и ведут. Вы знаете, здесь как раз я не согласен. Вот у нас есть такая точка, что вот многие товарищи, что вы, китайцы, заполонили что-то там... Я не говорю, заполонили, нет, я этого не сказал. Нет, по мне пусть инвестируют, пусть работают. Вот против этого я вообще ничего не имею, понимаете. Но если китайцы вам завод построили в Амурской области, но они же его в карман в случае чего не положат, если у нас что-то там произойдет. Вы знаете, самое смешное, что завода их, конечно, не положат, но именно про китайцев, в том числе как раз на Дальнем Востоке, где мне приходилось с людьми общаться, в Восточной Сибири и так далее. Там как раз говорят, что китайцы работают так, как будто они собирают завод положить в карман и унести. То есть минимально оставляют на территории и денег, и продукции и так далее. Вот у меня здесь другой вопрос. Это, понимаете, я не согласен с этим еще раз. Это обманка наших властей, которые собственные невзгоды пытаются, знаете, вот на китайцев, там еще на, как он назвал, эсенгистов, да, вот этот товарищ. Вы вот люди с Дальнего Востока, а вы что позволяете такие инвестиции? Это что, не ваша территория, что ли? Кто позволяет? Чиновники, которых вы выбрали, коррумпированные насквозь. Так сделайте с ними что-нибудь, чтобы, скажем, условия привлечения китайских инвестиций были изменены. Ну, кто вам мешает? А так получается, скажем, ну, китайцы, условно говоря, проплатили кого-то и вместо там 5 гектаров леса вырубили 10. Виноват-то кто? Ну, кто им это разрешил? Вы виноваты. Чего вы это не делаете тогда? Почему не бьете тревогу в отношении собственных властей? А что значит заполонили, пришли? Они что там вас завоевали, что ли? У вас что там, своей администрации нет? Поэтому, понимаете, всегда можно сказать, вот эти виноваты. Вот, скажем, как у нас, в кавычках, я извиняюсь, терпеть не могу любого национализма, говорят, ну, черные там заполонили Москву. Извините, кто сюда привез? Наши нерадивые предприниматели и органы власти, которые этим бедным людям платят по 15 тысяч рублей в Москве, по 20, а в ведомости выводят 40-50 и кладут себе в карман разницу. Виноват кто? Вот эти рабы бедные, которые живут в подвалах, которые заботятся о вашей же чистоте, дворнике и прочее, они не хотят просто вам столько денег платить вам. Так виноват кто? Европейские лидеры, озабоченные встречей Путина с Трампом, не хотят они этой встречи. И поэтому Трамп едет туда к нам со встречи саммита НАТО. И здесь я тоже хотел подхватить песню аквариума. Вот Трамп приезжает на встречу НАТО. Полковник Трамп приехал на фронт со своей молодой женой. Пора нам Гребенщикова вызывать в качестве эксперта уже в студию, приглашать его. Полковник Трамп собрал свой полк и сказал им, пошли домой. Мы ведем войну уже несколько лет, нам говорили, жизнь это бой. А по последним данным разведки, мы воевали сами с собой. Социализм, на мой взгляд, по крайней мере, и определение этого строя говорит о том, где превалирует общественный интерес. Я хочу сказать, не где только есть общественный интерес, а где они превалируют. Где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Что это означает на практике, что означал наш социализм. Видите, нам с вами так повезло или нет, что он у нас возник в очень отсталой стране. У нас сейчас, конечно, принято говорить, что Российская империя была какая-то классная. Пришли большевики, что-то там все испортили. Как вы думаете, в 1917 году, ну или в 1914, у нас принято Российскую империю, 13-й год, пик после Первой мировой войны. Как вы думаете, какая у нас тогда была средняя продолжительность жизни? Порядка 27 лет. Нет, ну это вы, конечно, оскорбляете. Нет, нет, было бы не нагдотно. Теску Николаша II. Но 37 лет. Помню, что 7. Значит, это продолжительность жизни Древнего Египта, чтобы вы понимали. У нас треть населения болела бытовым сифилисом тогда. Это что имеется в виду? Что люди не то, что они были какие-то развратные, а то, что канализации не было просто нормальной. Не было питьевой воды. И люди из пруда и пили, и там же и стирали. Например, в Тамбове в начале 20 века один человек, переходя центральную улицу, насмерть утонул в грязи. Это был губернский город, столица губернии. Большая часть Москвы была не освещена, то есть электрического света не было. Если сравнивать нас с другими странами, то мы отставали от Соединенных Штатов Америки тогда, перед революцией, по уровню развития примерно в 15 раз. То есть это вот была такая классная Российская империя. Вот у меня бабушка еще застала, она была человек верующий всегда, никогда не вступала в коммунистическую партию. Вообще, кстати, закончила она церковно-приходскую школу в Рязанской области, ну тогда губернии. Я вам так могу сказать, я советский школьник 70-х годов, многим бабушкам, выпускницам царской ЦПШ церковно-приходской школы писал письма родным. Потому что они писать не умели. Для меня это был, конечно, шок, понимаете, ну в 70-е годы, да, там телевизор, газеты и все остальное прочее. А это было нормально, я вам должен сказать, для того времени. Или когда она мне сказала, что зефир в первый раз мы увидели в деревне в 1936 году, причем это была зажиточная семья. Мне бабушка говорит, мы мясо ели по праздникам. В деревне, в деревне. Я говорю, остальные что ели при царе? Она говорит, ели картошку, капусту. Хлеб иногда был, иногда нет. Но картошка и капуста, да, говорит, вроде бы, это, подчеркиваю, это черноземная зона России. Это не тундра, не Сибирь, не еще такое. Я, кстати, ее спросил, вот, чтобы опять про социализм. А вот как вы восприняли в этой деревне такой, знаете, вот, я еще застал, когда там телевизор был один, там, я не знаю, на несколько семей. Как вы революцию 1917 года встретили? И мне вот эта бабушка, да, никогда не вступавшая в Компартию, очень религиозная, все праздники знала, говорит, мы полностью поддержали Ленина. Я даже засомневался, говорю, вы его откуда знали тогда? Ни интернета не было, ничего вообще, Ленин там, потише, пожалуйста. Значит, она меня вывела на крыльцо и говорит, вот эти луга были Елтуновы. Этот лес был Елтуновы, эта дорога была Елтуновы. Я говорю, а кто такой-то вообще? А я знал, что там некоторые места так и назывались, там, Елтуновский луг в 70-е годы. Она говорит, помещик. То есть, земля была вся его, мы на него пахали, то есть, он давал нам в аренду, половину урожая отдавали ему. Причем, как вы понимаете, при царе, которого сейчас прославляют, ни тракторов, как вы понимаете, ничего не было, да? Люди серпом работали. И он говорит, потом наш урожай в карты проигрывал. Вагонами при нас. Она мне это рассказывает. Люди сзади, говорит, зеркало держали. И он, говорит, проигрывал вагоны, потому что он похрен, ну, как бы был. Это же не его зерно, правильно? Но люди привезли и дали. Поэтому, когда мы узнали, что пришли большевики и объявили, что земля тем, кто ее обрабатывает, мужики собрались, сели на телегу, поехали, утопили его в сортире. Потом приезжала ЧК и говорил, что зачем вы это делаете, это не надо, это самосуд там и прочее. Вот вам, пожалуйста, какой была Россия, там, примерно, ориентировочно, да, в которую пришли большевики. Ну, или, как говорил Черчилль, Сталин взял Россию с деревянной сахой и оставил с атомной бомбой. А можно секундочку вмешаться? Вот в этот рассказ про страшные ужасы. А вот в руках у меня был, не к силу, не город вспомнил, National Geographic за 2013 год. И там говорилось следующее. За 1913? Конечно, 13, может быть, 12, я могу шипаться, могу прислать, где-то валяется ссылка. И там говорилось о следующем, что к 1952 году, или 50-му, Россия идет с такой скоростью, что она станет единственным, one and only. Таким государством будет 500 миллионов, ее нельзя будет остановить. Это невероятный паровоз, который несется, который будет подавлять всех своей мощью, своими запасами зерна. Запоминайте одного тюремного жителя. Зовут его Алексей, Алексей, по-моему, да, Силуанов. Он говорил, что к 2050 году в России... Улюкаев, извините, да, Алексей Улюкаев, что к 2050 году у нас все будет просто замечательно. Да, а до этого, а до этого ко мне не обращайтесь. А насчет ваших прогнозов, я могу сказать... Это не моих, это National Geographic. Ну, значит, там был еще другой прогноз, что если количество извозчиков в Петербурге будет расти такими же темпами, как сейчас, то через 1930-му году город будет под полутораметровым слоем конского навоза. Вот цена ваших прогнозов. Но только Нью-Йорк. Нет, это говорили про Петербург. Хорошо, окей. Продолжаем. Ну, то есть, понимаете, я вам таких прогнозов могу накидать сколько угодно. Прогнозы, ими сыт не будешь. Я вам говорю, какой была Россия. Никакой она там встала бы, там если бы, бы и прочее. Она была чудовищной отсталой страной. Что, кстати, показала Первая мировая война. Вот Распутин, мужик обычный, говорил царю, с немцами воевать не надо. Знаете, почему говорил Распутин? У них каждый крестьянин утром кофе и пьет. Вы понимаете, о чем он говорил? Конечно. Да, что наши крестьяне, они не то, что там, я не знаю, пулеметы не видели никогда. Некоторые не видели вообще, так сказать, орудий каких-то вот серьезных там сельскохозяйственных. Когда Деникинсом перебросили два английских танка в годы гражданской войны, целый полк Красной Армии бежал, потому что они не понимали, что это. Между тем, на фронтах Первой мировой войны у этих стран было по нескольку тысяч танков тогда уже. А царская Россия не производила ни автомобилей, ничего другого. И в 15-м году наша армия отступала просто потому, что ей нечем было воевать. Понимаете, вот царь не смогли... Это был снарядный голод, это точно. Ну так, понимаете, когда большевики взяли власть, вот представьте, в какой стране они ее взяли. У нас на всю страну было 160 тысяч инженеров, предположим. Ну, чтобы вы понимали, да? А что такое инженер? Это человек, который делает все остальное. Станки, машины, оборудование и прочее. Мы почти ничего сами не производили. Извините, пожалуйста, маленький. Господа. Мы даже рельсы покупали. Понимаете? Потом, кстати, опыт нашей индустриализации советской, он его и сейчас везде изучает. И Путин даже об этом говорил, да? Что нам нужна индустриализация, надо повторить опыт 30-х годов, когда были введены в строй десятки тысяч промышленных предприятий. И вот в этой лапотной стране, в 32-м году мы создали первый цельнометаллический самолет в мире вообще, понимаете? Это чтобы понимали, это люди еще должны были придумать его, да? В нашей стране, где люди были неграмотные при царе, в основном, вот я вам описал, да? Церковно-приходская школа, писать, читать там и все остальное прочее. Мы первые ввели пенсии, вот о которых сейчас идет разговор. Соединенные Штаты ввели их только после войны и по старости. А мы ввели сразу. Мы первые ввели декретный выпуск в 2018 году по уходу за ребенком. Такого на планете Земля не было. Потому что при капитализме считается как? Ну, вы родили ребенка, ваше собачье дело. В Америке такого отпуска и сейчас нет. Понимаете, вы договариваетесь с работодателем. Вы рожайте, пожалуйста, но никто вам оплачивать этого не будет, если вы не договоритесь. У нас это в законе было, да? И почему этот отпуск называется декретный? Потому что декрет Ленина был в 2018 году. У нас первым появилось всеобщее бесплатное образование вообще на планете Земля. У нас первым появился 8-часовой рабочий день, опять же, на планете Земля. Потому что везде работали по 10-12 часов. То есть вот эти вот социальные завоевания нашей революции, они беспримерны. Что касается ошибок социализма нашего, они были вызваны, на мой взгляд, двумя вещами. Во-первых, мы строили то, чего никто никогда не строил. Смотрите, капитализм, он простой. Он ничего не строит. Вам пить охота – пейте. Развлекаться – пожалуйста. То есть мы от вас ничего не хотим. Человек – животное. Поэтому ему мешать не надо. Побеждает сильный человек человеку волк. Ну, то есть вот как в природе, так и у нас. И мы ни на что не претендуем. Мы из вас никого не делаем. Что хотите, то и делайте. Не упрощаете ли? А что не упрощаете? А что не так? Например, как называется, социализм бросил вызов человеческой природе. И проиграл в 1991 году. Нет, вот я с этого и начал. А что вы, собственно говоря, человек оказался животным, вы хотите сказать, все-таки, да? Нет, не животным. Он как раз оказался очень даже хомо сапиенс, который же хочет жить в комфортной среде. Над которой вы смеялись в прошлый раз. Я сейчас над ней смеюсь. Понимаете, а почему у нас тогда на вашей планете Земля, 7,5 миллиардов человек, миллиард не доедает? Не было никакого социализма у них вообще. Никогда. И не будет. Ну, а почему так плохо-то? Ну, а что вы руками? Обратитесь во Францию. Про желтое жиле-то что-нибудь слышали, нет? Нет, нет, нет. Сейчас вы начинаете уходить в сторону. Нет, я не ухожу в сторону. Люди во Франции, в развитой стране, говорят, нам от зарплаты до зарплаты не хватает. Это в развитой стране. Я вам про Центральную Африканскую Республику, про Парагвай, про другие страны не говорю. Там что, социализм был? И вы считаете, что люди, живущие в таких условиях, это хорошо? Нет, еще раз. Если мы с вами стоим на той точке зрения, что человек как был, условно говоря, выходцем из животного мира, пожрать комфортно, выпить, закусить и продолжить рот, да, это не ко мне. Это не про социализм. Но, извините, у животного мира есть и другие законы. Если я вас смогу слопать на пути к своей карьере, я это сделаю, мне на вас плевать, понимаете? Это тоже человек или нет? Это хорошо в человеке, да? Нет, это не хорошо. Так надо это менять или нет? Нет, нет, секундочку. Надо, надо, надо. Я про друга говорю. Мы, напоминаю, возвращаемся к точку. Я спросил, чем отличается... Вот, вот, я сейчас к этому подхожу, что мы не смогли сделать нового человека. Ведь что такое социализм, если просто? От каждого по способностям, каждому по труду. Вот каждому по труду это просто, да? Ну, вы там что-то сделали, условно говоря, выточили там 500 деталей, да? Вам что-то заплатили. Со способностями не получилось. Ведь считалось как? При капитализме человек работает вот из вашего страха, да? С работы выкинут. Безработным стану. Вообще, как семью кормить? Что делать? При социализме это убрали, да? Мы ваше общество. Вы не бойтесь. Мы вас никуда не бросим. И у многих людей, которые не стали новыми, возник такой смысл. Ну, раз они мне ничего не сделают, раз власть моя, так на хрена особо упираться? Правда? Все вокруголхозное. Вы помните все это, да? Когда людям говорили, что вы там гвозди с завода выносите, завод общенародный, ваш. То есть, вы крадете не у дяди, да, который там где-то в Майами живет. Вы же у себя крадете. Но люди этого не понимали. Но это и есть человеческая природа. Нет, вы мне человека не хайте, понимаете? Поэтому смысл был такой. Вот почему как бы были наши ошибки? Вот, например, часто говорят про дефицит, да? Хотя в СССР никакого дефицита не было, понимаете? Были колхозные рынки, так называемые, как сейчас. Где все было. Только по свободной цене, вот которая сейчас везде есть. Социализм старался дать людям базовые продукты, услуги такие, чтобы каждый мог себе это позволить вне зависимости от своей зарплаты. И к чему приводил ваш человек, которого вы хвалите? Вот опять, если взять ту же деревню, я извиняюсь, может, этот пример уже слышали. Я приходил в магазин в Рязанской области в 70-е годы. Хлеба не было. Для меня это был какой-то шок. Думаю, как же так? Вот только что машина прошла. Сгрузили там, не знаю, 200 буханок, и они исчезли. Так он стоил 20 копеек. Люди брали по 10-15 штук и кормили свиней. Соответственно, один взял, другой пришел и нет. А вроде смысл такой, но нафига печь-то, если, скажем, в деревне живет 100 человек, зачем печь 500 буханок на эти 100 человек в день вроде? Вот смотрите, если бы человек был новый, а значит, свои потребности у него были бы нормальные, и самое главное, он бы о других тоже бы думал, да? Ну, пошел там, взял буханку, и все, и ради бога, всем осталось. Что сделал Гайдар? Да он просто вернул человеку скотскую природу. Он взял, отпустил цены. Вы думаете, большевики что, не могли этого сделать, что ли? Да в две минуты, вот, пожалуйста, и все сразу появилось. Народ уже приходил, говорит, блин, 15 буханок не возьмешь, что-то все кусается. Ну, вот вам и все, понимаете, вот так и наполнились прилавки. Но они, тогда СССР производило и больше мяса, и больше зерна, чем сейчас, и больше молока. Это статистика объективная, говорит. Но просто, видите, если так к этому относиться, ну, это как бы не мое, да, это вот, ну, чье-то, да. Ну, возьму там, выкину. Дети в футбол играли хлебом, помните, да? И когда Рыжков, премьер-министр Советского Союза, ему сказали, может, повысить цену на хлеб с 20 копеек до 28? Он же заплакал. И над ним еще все ржали, говорили, плачущие коммунисты. А он говорил, ну, как же так, это же люди, что же, вот они теперь будут столько за хлеб платить. Вот сейчас плевать, понимаете, вот по вашей человеческой природе. Наши чиновники что говорят в Карелии? Низких зарплат нету, а точнее, высоких цен нет. Это есть низкие зарплаты. А если вы низко работаете, то есть мало получаете, вы сам козел. Это ваши проблемы, понимаете? Если вам нечего есть, ну, значит, вы урод, лентяй, придурок. И государство, как они сейчас говорят, вам ничего не должно, понимаете? Это все, вот вы им должны, а они вам нет. То есть, маг-дефицит можно было просто ликвидировать. И по свободным ценам там все было, собственно говоря, понимаете? Вот человека нового не смогли воспитать. Это да. Не было стимула. Вот при капитализме стимул звериный. Работай, блин, иначе я тебя выкину с работы. Будешь стоять на улице. А тут тебя никто не выкидывает. Это понятно. Вот и все. Второй момент, из-за чего у нас немножко все не получилось, это враждебное окружение. Вот над этим все смеются, да, как правило. Американцы сейчас подсчитали, что они потратили на разгром Советского Союза 21 триллион долларов. Это их подсчеты. Воловой внутренний продукт Соединенных Штатов гораздо ниже сейчас. Вот вообще совокупная американская экономика. Вы понимаете? И почему они нас гнобили? Из-за того, что вы говорите. Ну, казалось бы, ну вот Америка, да? Где-то там далеко Россия. Ну, какая разница? Нет, их бесил именно другой образ жизни. Понимаете, что люди говорят, а почему у них безработицы нет? А у нас есть. А почему у них вот образование бесплатное, а мы как ослы платим? А почему у них вот здравоохранение бесплатное? А мы тоже платим. Значит, можно по-другому. Они ликвидировать хотели не нашу страну, а этот образ жизни, да? Чтобы все говорили, вот как вы. Ну, ничего нельзя, ребят. Ну, вот мы такие уроды родились, и ничего другого с нами никогда не будет. Поэтому надо терпеть. Ну, что поделаешь? Ну, вот общество такое. И сами мы уроды первые. Человек, он зверь. Ну, ничего с этим не сделаешь. То есть, если мы действительно с вами звери, каждый за себя. Знаете, как наши эти комментаторы сейчас говорят, дикторы? Люби себя и своих ближних. А на остальных наплевать, понимаете? Их не люби и не надо. Тогда все. Тогда социализма, конечно, никогда не будет. Так давайте сделаем с вами все, чтобы грядущий 2019 год стал первым годом, первым шагом на пути возрождения справедливого, нового, социалистического, демократического общества. Общество, где будут править не алчности на храпистость, а честность и скромность. Общество, где будут цениться так же, как и раньше, дружба и взаимная выручка. Общество, где заботиться о простых людях, будет не фиктивное, а по-настоящему справедливое социальное государство. Да, это нелегкий путь. Но альтернативы для возрождения нашей великой страны, в которую мы с вами все, конечно, верим, нет. Я хочу вам сказать, нам нет преград ни на суше, ни на море. Нам с вами все, решительно все по плечу. Поэтому желаю вам всем, от всей души, в новом году здоровья, мира, счастья вам и вашим близким. Светлой веры, великое возрождение России. С Новым годом вас, дорогие друзья, дорогие товарищи. И закончу как раз архетипом, да. Ну и когда по всей планете пройдет вражда времен, исчезнут боль и грусть, я буду прославлять всем существом в поэте шестую часть Земли с названием кратким «Русь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова